Очередное громкое дело раскрыли в Алматы. По данным из антикоррупционной службы, чиновники из Алматинской области похитили 9 гектаров земли у Казахского национального женского педагогического университета. К махинациям были причастны не только чиновники, но и работники данного вуза. Как отмечалось ранее, университетская земля была незаконно на несколько участков и зарегистрирована на лиц по фальшивым документам, а затем продана реальным покупателям. Эти же люди незаконно выделили землю в деревне Колди в январе 2021 года, чтобы скрыть доказательства преступления и вернуть предполагаемую землю с государственного земельного резерва в университетский бюджет без документов, подтверждающих право собственности. Мера пресечения избрана для всех подозреваемых с одобрения суда. Следствие продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступлению, проводятся необходимые следственные мероприятия, добавили в антикоррупционной службе. Коррупция государственных органов в Казахстане уже давно не новость, но, к сожалению, такая болезнь, как коррупция, также начала поражать и корпоративный сектор. По этой причине ровно год назад в законодательство страны были внесены изменения по созданию антикоррупционных комплайнс-служб в вопросах полугосударственного сектора. Основная цель комплайнс-функции – это обеспечение соблюдения организацией принципов деловой этики, открытости и добросовестности путем мониторинга соблюдения нормативных требований в той области, в которой ее деятельность и директивы по соблюдению регулируются внутри компании. В соответствии с требованием закона о борьбе с коррупцией, это включает соблюдение требований закона компаниями полугосударственного сектора посредством превентивных мер. Следует отметить, что передовая зарубежная практика показывает, что нарушение антикоррупционного законодательства влечет за собой не только уголовную ответственность, но и санкции в виде высоких штрафов и, следовательно, репутационных рисков. Например, самый крупный такой штраф заплатила Airbus – около 4 миллиардов долларов за подкуп чиновников в нескольких странах. В ответ на такие риски компании вводят комплайнс-функцию. Если взять Казахстан в качестве примера, то у государства несколько иная система подотчетности. Согласно закону, руководители и сотрудники с управленческими полномочиями в полугосударственных организациях рассматриваются как государственные служащие и несут такую же ответственность за взяточничество и берут на себя обязательства по борьбе с коррупцией. А кроме того, многие честные компании уже осознали, что комплайнс-функция – это не прихоть, а необходимость и заинтересованы в ее создании.